Альтернативный котельный в Теплодаре, которую прошлой осенью обещала местная власть, пока не будет. У инвестора, который арендует более 60 гектаров земли, возникли технические проблемы. Оказалось, что электрооборудование можно подключить только через два года. Сейчас они просят, чтобы сохранить вот эти 66 гектар. Они просят нам дать тех условий, что Облэнерго, возможно, даст 12 мегаватт. Они хотят солнечные батареи на 12 мегаватт, и они сохраняют полностью, будут ждать 2021 года, будут строить балансующую электростанцию, где будет 50 рабочих мест, 40 высокооплачиваемых и так далее, ну и все остальное. Но так как нету точки, куда они могут скидывать электроэнергию, естественно, строить никто ничего не будет. Основной поставщик тепла для города – ТЭЦ-2, которая отдалена от центра Теплодара на 7 километров. В свое время объект был рассчитан на другую мощность и должен был обогревать город с населением в 50 тысяч жителей. Сейчас в Теплодаре проживает около 10 тысяч человек. Теплоноситель проходит по трубам, которые давно морально устарели. Их состояние – главная причина теплопотери, как следствие высокого тарифа. Вот за отопление месяц, за январь месяц пришло мне 2044 гривни и 80 копеек. Пенсия у меня без 7 рублей – 1700. У мужа пенсия без 9 рублей – 200. Есть теплопотери непосредственно в нашем городе. То есть предприятие, которое обслуживает наш город, некачественно его обслуживает. Поэтому, естественно, у нас будут огромные потери. Это в наших непосредственно домах, в наших подвалах.